МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации толерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Областный этап республиканского патриотичного проекта к ветке Великой Перамоги отбылся у Лоеве. Сёння в Гомельском районе открылся после рестаурации помник солдатам, загинувшим у годы Великой Айчинной войны. Журналисты газеты «Гомельские ведомости» стали пераможцами 13-го национального конкурсу друкованных СМИ «Золотая литера». И больше подробязна об этом не только. У Беларуси проходят святочные мероприемства, присвеченные 9 мая. Память об Великой Перамозе консолидует громадство для перодоления глобальных выкликов и погроз. Про это говорится у веншаванне президента Беларуси Александра Лукашенки с уайчинником напереда Дни Дня Перамоги. Керавник державы выказал особливые слова удячности ветеранам и подкреслив, что у Беларуси будут вечно памятать имены миллионов бойцов и працевников тылу, которые отстояли свободу родимым. Урачистые митинги проходят во всех районах областного центра. Каля Кургана Славы сегодня ранится и собралися удельники грамадзянско-патриотичной акции «Беларусь. Земля Славы Ратной». Ушановать подвиг героев войны пришли ветераны, былые малолетние вязни, а так само представники улады, громадских объединений и молодь. У Кургану несли землю с больше, как 15 месяцев подвигов советских воинов. Бестерменовая акция «Беларусь. Земля Славы Ратной» проходит у Гомеля с 2005 года. За увесьчаса и ее проведения удельниками стали амаля 11 тысяч человек. Активисты наведали свыше 300 – место у боевой славы по всей краине. Я, во-первых, горжусь тем, что молодежь такая же была, как и мы раньше были. У них есть любовь к родине, патриотизм. Они все участвуют в массовом мероприятии. И я, не дай богу, войне они так же будут выполнять долг, как и мы, деды и прадеды ваши. Так что молодежь надо сейчас хорошая, грамотная. И я надеюсь, что отстоят, продолжат наши традиции. У Лоеве отбился областный этап республиканских патриотичных проекта «Кветки великой перемоги». Активисты БРСМ и пионерской организации из всех районов в области наведали место боевой славы, провели урочистый митинг и диалог поколений «Не забыть, как жить». Дмитрий Котов протягнем. Городский поселок Лоев – одно из самых героичных мест на территории Сушасной Гомельщины. В боях за его вызволение по офицейных звездках загинули около 10 тысяч рвон армейцев. 365 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. У дельники митинга узгадывают сторонки военной истории и ускладают кветки до мемориалу. Валентина Шестякова Валентина Шестякова отшукала своего батьку только про 72 годы после завершения войны. Только было письмо одно-единственное. Он писал маму «Береги дочку». С ее слов я и знаю. Были тяжелые годы. Старались как-то о войне меньше людей травмировать. Говорили. Но я все про него знаю. Знаю, что он играл на гармошке. Был веселый парень. 20 лет. Не пожалел своей жизни молодой. Павел Цюканов загинул в боях под Лоевом. Тут и знайшел свой опошний притулок. Доречка пошуковая работа, которую проводят лоевские историки, носит постоянный характер. Дякуючи их намаганиям, что год становятся рядом сотни именов Героя Войны. Летость больше 400, а все лета уже каля 300. Мы понимаем, что для каждого родственника судьба его предков, она актуальна, она важна. Все хотят знать свои корни. Потому что дерево без корней, оно падает, оно не существует. И вот в связи с этим мы эту работу никогда не отодвигаем на второй план. И не только работаем, но и стараемся увековечить, нанести имена установленные на мемориальные плиты захоронений. Удельники патриотичного проекта к ветке Великой Перамоги прошли по местах боевой славы, наведали музей битвы за Днепр. Центральным мероприемством стал диалог поколению «Не забыть, как жить». Молодь и эксперты обмерковали пытания выхования патриотизму сирот подрастающего поколения и захования историчной справедливости. Мы постарались собрать всю область в одном месте и на месте значимом. Это мемориал в городе Лоеве, тот, который знаменит не только, наверное, в Республике Беларусь, но и среди стран СНГ, да и, наверное, и в мире. Поэтому это место идеально подходит для диалога поколений. Под сегодняшним мирным небом с ужасной молодой тяжко уявить, что калести на этой земле в рукотели боевые снарады. Молодые люди повинны знать, какой страшной ценой была двоевана незалежность краины. Головное – заховывать героичный подвиг у памяти и быть достойными переемниками своих протков. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель» Злоева. Все не увезцы целяши Гомельского района, открылся после рестаурации помник солдатам, загинулшим у годы Великой Айчинной войны. Тут пройшла панихида по советских воинах, які, можно, вызволяли родную землю, однак таки не вернулись с полеубою. У их адрес гучали слова широй подяки за свободу и незалежность, одвоеванную такой дорогой ценой. До того ж пожадань немоцного здоровья, из-за усюды тольки мирного неба над головой, присутные адресовали и живым ведовочцам падей Великой Айчинной, яких запросили на урочистое мероприемство. У делу открытия адрес стаурованного помника приняли представники Улады, мясовые жихары и супрационники филиала Гомельского управления магистральных газопроводов, открытого акционерного товарыства «Газпрам Трансгаз Беларусь». Менавито, гэтая организация, уластными силами и сродками, ожителяла ремонтные работы по проведению монументов «Належный стан». Подчас урочистости присутные усклали допомни кавянки и кветки и ушановали хвилиной маучанья память загинувших советских воинов, партизанов и мирных жихаров. Работы проводились именно сотрудниками, жители тоже включились, они облагородили прилегающую территорию, покрасили, подкосились, подсеяли травку. Ну, конечно, глобальные работы вели наши работники. Мини-проект был сделан, после проекта мы включились в работу, приобрели материалы, ну и, соответственно, немаловажная часть – это труд наших работников. Мы уже на перспективу сегодня рассмотрели, куда будем двигаться дальше. Есть варианты памятников, которые необходимо в первую очередь ремонтировать и поддерживать. Прочистое шестье, поветранные шары, кветки и легкая атлетичная эстафета. Акция «Мыханарымся» в Гомеле собрала выхованцев детячого садка, школьников и волонтеров от Рада «Открытые сердцы». В забегу удельничали больше, как 100 команд. Это, например, на 1500 человек. Подробности у материалов наших корреспондентов. Что год перед початком эстафеты, тысячи работников «Аткрытых акционерных товарыстов Гомсельмаш» отдают данину памяти работникам предприемства, которые загинули в годы Великой Айчинной войны. Самих ветеранов «Сельмаша» с каждым годом становится все меньше. Сегодня их засталось всего 17 человек. Мы приезжаем домой, приглашаем, организовываем для них торжественный прием. В преддверии праздника постоянно, каждый год администрация «Аткрытых акционерных товаров» согласовывает издание приказа об оказании материальной помощи. То есть всячески стараемся поддержать наших ветеранов и соблюдать, чтить те традиции. Храним как самое дорогое достояние, именно завещание наших ветеранов, любить Отечество, нашу Отчизну и быть единой семьей. Урочистая колонна начали с ветеранами Великой Айчинной войны. Почала шесть от мемориала до места старту эстафеты. Все лето до урочистости удалучились волонтеры и самые юные хамильчане, выхованцы детячих садов и школьники. Подчас акции они запустили у неба 200 поветранных шаров и подяковали за мирное життем. Первый раз нам предложил представитель волонтерского отряда общественного объединения БРСМ, открытого акционерного общества Гомсельмаш. И мы с удовольствием приняли участие в этой акции, потому что школа, я уже сказала, расположена в микрорайоне Гомсельмаш. И многие родители нашего учреждения тоже работают на этом предприятии. Поэтому и родители, и учащиеся, и педагоги откликнулись с большим удовольствием, чтобы принять участие в этой акции. Акция проводится волонтерским отрядом совместно с 45-й школой, если садом 150. Хотелось бы, конечно, как-то выразить, поблагодарить наших ветеранов за их мужество, героизм и отвагу, за то, что они так сделали, за то, что у нас мирное небо над головой, за то, что мы можем жить спокойно, мы и наши дети. Ну и все это, что сейчас будет проходить, это все для них. Хотелось бы хоть как-то выразить свою благодарность. Урочистое шестье дало старт традиционной эстафете памяти Миколая Дворникова. Имя героя Советского Союза носить одна звулиц Гомеля, недалеко от Палаца культуры Гомсельмаш. Уделу с поборництвах приняли больше, как 100 команд, яке представляли разные подразделения предприемства, так само установы, адукации района. Огольная колькость удельников перевысила тысячу человек. Акции объеднала прационные коллективы и семьи же Хароу микрорайона. Мы поздравляем всех ветеранов с Днем Победы, за плоды, которые мы совершили ради нашего будущего, за мирное небо над головой. Спасибо им огромное. Ганна Каральчук, Олеся Пярова, Александр Харлам, по телерадиокампании «Гомель». Сегодня на Аллее Героев прошел урочистый митинг с уделом керауниства в области города. Памятные мероприемства протягнул святочный концерт у Гомельским областным громадско-культурным центры. Непосредственно 9 мая урочистые мероприемства у 10 годин открыя акция «Шестья парад пераможцев». Колона удельников пройдет от площади Паустанния по улице Советской до площади Працы. Завершится «Шестья» митингами и ускладанием кветок до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Далее свято протягнуть акции, флешмобы, выставы, концертные и спортивные программы. Ярким финалом Дня Перамоги станут фейерверки. Полюбоваться ими можно будет у 23 годин из четырех кропок, каля Лядового палаца на каскаде озер по проспекте космонавтов, у зоне отпочинку Сажалки и каля Любинского озера. Протягиваем выпуск. У Гомеля уручены премии Городского выконаучного комитета. Их отримали студенты высшейших навучальных установ, які досягнули высоких показчиков у интеллектуальной, спортивной и творчей деянности, а так само громадской работе. Памер премии складает 10 базовых величин. На ГТРС ее отримали шесть студентов. В активе каждого из них – дипломы республиканских конкурсов и олимпиад, выступления на студентских конференциях и науковые публикации. Разом с тем, не глядячи на достигнение, студенты реально оценивают свой потенциал. По словам стипендията, у их планах – отримание практичного опыта на вытворчасти с перспективой вертания до науковой деятельности. Пойду по специальности, по распределению в «Гомельпромстрой» буду работать. Чтобы появились какие-то идеи после производства, потому что идти после университета сразу за исследование. Мало опыта, мало практики, не получится ничего толкового. Журналисты газеты «Гомельские ведомости» стали переможцами 13-го национального конкурса друкованных СМИ «Золотая литра». Церемония узнагороджения пройшла в Минску. Все лето на суд журы было накеровано больше, как 250 заявок. На этот раз у журналистов региона три дипломы финалистов конкурса, а так само два первых мест. Дмитрий Чарняуский, редактор отдела культуры газеты «Гомельские ведомости», стал переможцем у номинации «Лепший репортер районных городских шмат-тыражных СМИ». Лепшим фотокорреспондентом стала супрацовница ГЭТА-гажвыданья Ганна Пашченка. Сегодня журналисты принимают веншаванье коллег и с хваляванием вспоминают церемонию узнагороджения. Назвали мое имя, сразу сердце застучало, на сцену вышел, посмотрел зал, эти рампы светят в глаза. И конверт стоит, заместитель министра информации держит конверт, и у тебя каждую секунду все больше и больше нарастает напряжение, помимо твоей воли. И называют твое имя, и ты до конца не веришь. Несут статуэтку, золотой литр вручают, она такая тяжелая, и ты ощущаешь всю такую значимость этого события. И до меня никто не произносил никакие речи, все люди выходили. Я решил, что надо поделиться своими эмоциями. Я вышел, поблагодарил редакцию, сотрудников редакции. Сказал, что я добивался любви этой замечательной, яркой девушки. Я имел в виду литры 7 лет долгих. Поблагодарил всех и рассказал о том, как я мечтал, работал, работал и мечтал. И моя мечта сбылась. И, конечно, такая награда, она открывает второе дыхание и подстегивает работать еще лучше, еще больше. И быть всегда первыми нельзя, опускать теперь эту планку. И нам очень почетно и радостно, что в Гомельской области в этом году наша редакция привезла 2 литры. И мы в Гомельской области были единственными в этом году. ГТ, а так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomil.bivay На этом выпуск завершен. У студии работала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин